Меня зовут Борис Тизенгаузен. Итак, российское ПВО теряет способность контролировать небо над Крымом. Об этом заявляет британская разведка и урожайная ночь для украинских дронов. Сегодня действительно ночь урожайная. Свыше 50 дронов атаковали Краснодарский край, военный аэродром, остановили НПЗ. Кстати, очень важный НПЗ, несмотря на то, что он далеко не самый крупный, но та продукция, которую он производит, она крайне важна и дефицитна для России. В общем, куда попали, что и как происходит, и как такое может быть, что Украина стала запускать практически каждую ночь полсотни, сотню дронов. То есть, что делать россиянам? Об этом поговорим в этой программе. Пока подпишитесь на этот канал, если вы здесь впервые, будет интересно. Итак, британская разведка говорит нам о том, что российское ПВО реально теряет способность и возможность контролировать небо над Крымом. Почему так происходит? Да потому что в последнее время, спасибо, кстати, нашим заокеанским партнерам, с помощью Атакамс были уничтожены крайне важные элементы вот этой самой противовоздушной обороны российской. Мы помним с вами удар по аэродрому под Джанкоем, там были уничтожены важные элементы вот этой зенитно-ракетной батареи С-400, плюс на аэродроме Бильбек то же самое. Элементы вот этой ракетной батареи уничтожили, радарную пусковую установки уничтожили. Ну, в общем, ударили по Ай-Петри, мы с вами об этом говорили в одной из предыдущих программ. До этого на Тарханкуте, Молочное и так далее. То есть выносят элементы российской ПВО, и, конечно же, кумулятивный эффект от этих ударов вызвал довольно существенное ухудшение способности России защищать воздушное пространство вокруг Крыма. А потому что не надо ручонки свои липкие тянуть к чужой территории. Поэтому, конечно, хотели простенько повоевать. Вот сейчас россияне будут вынуждены, мы с вами видим, что, например, аэродром Бильбек дважды был атакован, пока не достигли цели. Пока не вынесли элементы ПВО. И будет еще трижды и четырежды атакован. То есть россияне сейчас вынуждены будут распылять свои самолеты-вертолеты, не держать их концентрированно в одном месте. Ну а как тогда? Либо на дальние аэродромы их переносить, ну давайте проваливайте из Крыма тогда. Так вот, сначала флот заставили сбежать из Крыма, теперь авиацию. Ну, в общем, осталось дело за малым. Биомассу оттуда изгнать. А я напомню, в Крым свезли, приехали из разных уголков большой России около 800 тысяч человек туда, понаехавшие. А сейчас Крым это просто убитая с точки зрения курортного сезона территория, милитаризированная, постоянно звучат сирены. Вот с помощью атакам вообще стало крайне просто, точно атаковать то, что там в Крыму вот этот весь металлолом понавозили. Так вот, кстати, сегодня же три атакам россияне заявляют, что девять ракет прилетело по Крыму, как минимум три из них попали в одну точку, в инженерной бухте, в корабль. Сейчас уточняется, какой корабль, я думаю, что когда станет понятно, я напишу в комментариях, что за корабль. Ну и по поводу наших маленьких и гордых беспилотников, про которые мы с вами часто говорим, значит, 57 дронов сбито над Краснодарским краем и три над Белгородской областью. Это официально российская пропаганда сообщает. Был, самое интересное, что они, знаете, как сказали, вот про этот НПЗ, Славянск-на-Кубани, есть такой у них там город. Так вот, упал дрон на территорию НПЗ, ну, конечно, а где же ему еще падать? То есть россияне вообще так умело сбивают дроны, что они как-то так, если даже могли бы пролететь мимо, то не пролетают, падают прямо на территорию либо НПЗ, либо порта, еще куда-то. Упал, никаких разрушений нет, это официальные власти заявляют. Но НПЗ остановили, все, как бы. А по нашей версии туда прилетело 6 беспилотников и влупило так, что мама не горюй, поэтому нефтеперерабатывающему заводу. Ну и также на военный аэродром у станицы Кущевская прилетела, там сейчас уточняется, по разрушениям. То есть, смотрите, логика какая. Системы ПВО в Крыму выпиливаются. Понятно, F-16 вот-вот должны быть. Не нужно, там не должно быть ничего дальнего обнаружения, ничего того, что могло бы работать по F-16. Поэтому вот уничтожаются. НПЗ, радость каждый день практически. Мы с вами радуемся, прекрасно. Вот, кстати, спасибо. Подписчики пишут, что в Казахстане там бизнесмены немножко в шоке из-за ударов по порту Новороссийскому. Но пишут, что потерпят, имея в виду цены на топливо, потому что это малая, малая такая, знаете, проблема, потому что в Украине люди действительно умирают. Поэтому спасибо всем, кто поддерживает из Казахстана, из других стран, кто нас смотрит, вам всегда за поддержку большое спасибо. И вот этот, он называется Славянский НПЗ, вот в этом городе Славянск-на-Кубани, он небольшой. 4 миллиона тонн обрабатывает, перерабатывает нефти в год. Но чем он важен? Он важен тем, что он один из немногих, который выпускает топливо для судов. То есть для гражданских, для военных, в общем топливо. И находится он, кстати, не так далеко от Новороссийска. И получается, что помимо того, что влупили по порту Новороссийск, сейчас еще и этот вот заводец, который, в принципе, суда обеспечивает топливом, ну, в том же порту. Ну, то есть налицо то, что хотят просто этот экспортный порт, жемчужину экспортную российскую, просто-напросто заблокировать, уничтожить, сжечь, ну, тем самым очень серьезно подорвав экспортный потенциал. Потому что этот порт, он, там, переоценить его в экономике Российской Федерации, особенно в экспорте, вообще сложно. Ну вот, и, как мы видим, тоже, судя по всему, какая-то красная линия отодвинулась. Потому что раньше, несмотря на то, что мы могли бить по Новороссийску, раньше мы туда не били. Россияне, кстати, сейчас в срочном порядке укрепляют военный вот этот свой порт. Они там натягивают боновые заграждения, какие-то баржи ставят. Но украинские дроны, они могут, они могут уже гораздо больше. Поэтому, я думаю, будет им там сюрприз. Придется на вновь созданную базу в непризнанной Абхазии еще дальше гнать корабли. А вот самое интересное, сейчас я вам расскажу, самое интересное, что сегодня военно-морские силы Украины заявили об отсутствии в Черном и Азовском морях российских боевых кораблей по состоянию на 7 утра. Все, друзья, кораблей боевых сидят по норам, сидят в бухтах, закрылись тремя слоями боновых заграждений. Боевые дельфины там у них, это не шутка, кстати. Реально, боевые дельфины используются, зачем мучают животинок россияне. Вот своих бы этих орков и орчат пускали бы, вот сейчас тепло, пусть плавали бы там в ластах. Но то такое, чего россияне, они как были мучителями, так мучителями и останутся. Так вот, получается, что Черноморский флот фактически перестал выполнять функцию флота. Все, кто-то тут его уже флотилией называют, но, в общем, я думаю, что скоро и флотилии не будет. То есть, вот загнать за... Можете, кстати, россияне, зачем боновые заграждения? Просто стену вот так вот бетонную в дно воткните, и чтобы они там сидели до конца, до скончания века ржавели ваши корабли. Ну, в общем, вот такие новости на сегодня. И самое-самое главное, что Украина получила возможность практически каждый день запускать несколько десятков, а то и сотню дронов. И это значит, что украинские дроны разных модификаций вышли в серийное производство и будут делать россиянам больно. Ну, вот, судя по всему, Краснодарский край. Сейчас нам немножечко с курортным сезоном поможем им. Вот. В Крыму курортный сезон убит полностью. Там вообще все пусто. Никто туда не поедет. Вот к чему привела война, которую начал Путин. А он там сидит себе, радуется, что в Китай теперь топинамбур и хрящи будет, говяжьи хрящи будет поставлять. Это не шутка. Это, кстати, абсолютно реально. Они будут поставлять. Хотел газ, да, будет топинамбур. Ну, в общем, такая история. Берегите себя, берегите своих близких. Спокойного нам всем дня. Хотя вот я записываю, сейчас 11.28, у нас угроза баллистики и тревога несколько минут назад прозвучала. Ну, берегите, в общем, себя и, конечно же, слава Украине. Субтитры сделал DimaTorzok